Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Новый день, новая драма, и драма оттуда, откуда, в принципе, я не ожидал, Яна Рудковская. Это человек-ходячий инфоповод, который, ну вот, буквально на регулярной основе. И вы понимаете, есть люди, которые специально форсируют, типа Бонни, она специально делает вот эти свои вбросы, которые генерируют хейт по отношению к ней, потому что она высказывает нарочно непопулярное мнение, и из-за этого ей прилетает, но из-за этого ее постоянно упоминают, она в ротации. Яна Рудковская, вы понимаете, я уверен, делает свои действия от всей души, от чистого сердца, но сама делает такие глобальные, незапланированные ляпы, которые в итоге выставляют ее саму в крайне неприглядном виде. Продюсера задели за живое. Напомню, Яне Рудковской 45 лет. И в чем же зерно драмы? Разродилась праведным гневом из-за публикации в Телеграм-канале. Телеграм-канал, я так понимаю, называется «Беспощадный пиарщик». Я на него подписан. Привет, тот аноним, кто ведет этот канал. Я большой фанат. Кстати, ребят, у меня есть мой замечательный Телеграм-канал тоже. Более 40 тысяч подписчиков. 24 часа в сутки редактора выкладывают свежие новости, свежие сплетни. Нон-стоп. Мой Телеграм-канал неотъемлемая часть нашего сплетнического комьюнити, поэтому обязательно переходите по ссылке. Подписывайтесь на нашу Телегу, там у нас жара 24 часа в сутки. Но Яну Рудковскую оскорбила то, что беспощадный пиарщик назвал ее в своей публикации «старухой». Извиняюсь, бабушкой. Здесь нужно постоянно поправлять, а то как бы Яна Рудковской не повела свое войско против меня. Назвал он ее бабкой. Мне очень интересно с точки зрения юристов. Я знаю, меня смотрят юристы. Если я, например, публично назову Яну Рудковскую бабушкой, является ли это оскорблением? Здесь, конечно, мы говорим об эйджизме. Второй вопрос, является ли проявление эйджизма причиной для возбуждения какого-то дела, претензий к тебе на легальном уровне? Здесь мы говорим про подключение адвокатов, которые попрут тебя в суд, чтобы ты ответил за свои слова, что ты назвал Яну Рудковскую в ее 45 лет бабушкой. Прежде чем перейдем к обсасыванию этой драмы, у меня есть замечательная подруга. Она профессиональный косметолог. И вот мы как-то с ней общались по поводу Яны Рудковской. Первое, это, конечно, гены. Но второе, с точки зрения косметолога, когда она смотрит на Яну Рудковскую, она говорит, ну есть же действительно работающие процедуры, которые могут исправить Яну на лицо. Здесь мы говорим про обвисание кожи, здесь мы говорим про припухлость, здесь мы говорим про все то. О чем речь? Здесь да это все нормально, когда в 45 выглядит как Яна Рудковская. Но проблема Яны Рудковской в том, что она как вот просто безумный человек фотошопит свои фотографии в Инстаграм. Вы понимаете, Яна Рудковская в жизни, или Яна Рудковская на фотографиях других людей, и Яна Рудковская у себя в Инстаграме, это два совершенно разных человека, практически не похожих на себя. Если бы Яна Рудковская сказала, вот видите меня вот всю обвисшую, опухшую, вот такая я, какая она есть, любите меня. Но нет, Яна Рудковская фотошопит себя до неузнаваемости. И вот логический вопрос косметолога. Яна, а почему бы тебе действительно не пойти к правильному косметологу с твоими доходами, с твоими связями, с твоими возможностями, можно сделать вот все. В чем проблема? Но нет, упорно фотошопим, выставляем себя вот просто клоуном Инстаграма. Это уже пошло в мемы, это уже пошло в народ. Яна Рудковская в жизни, Яна Рудковская в Инстаграме. Поэтому логично подколоть Яну Рудковскую, назвать ее старухой, потому что она очень сильно молодится. То есть сама себе копает вот эту яму. Яна Рудковская выложила в своем телеграм-канале, цитата. Я в принципе очень добрый и совсем не злопамятный человек, но память у меня хорошая. Думаю, связи тоже. Представляю, как передо мной будет стоять серая бесформенная мышь и моргая судорожно своими безликими глазами, запинаясь извиняться. Это мы уже проходили и не раз, если, конечно, не сбежишь за границу, как некоторые. А у меня вот вопрос, сразу вопрос. Яне Рудковской, почему ты, во-первых, решила, что перед тобой будет стоять безликая мышь? Вот очень мне самому сейчас хочется узнать, кто стоит за беспощадным пиарщиком. Если там стоит какая-нибудь метр восемьдесят богиня с наливными грудями, вот здесь было бы очень интересно посмотреть на реакцию Яны Рудковской, потому что человек заведомо уверен, что будет безликая мышь, нервно моргающая. Она говорит, это мы уже проходили и не раз. А вопрос, можно, Ян, вот развернуть вот эту вот мысль и рассказать, а что проходило и что проходило не раз? Кого ты там отлавливала и кого ты выстраивала в шеренгу и прося насильно извинения? Ты знаешь, в каком году, в каком веке, в какой стране ты живешь, дорогая моя Яна Рудковская? Вы понимаете, вот тетки из девяностых, когда были вот такие вот здоровые толстые мужики, которые ворочали огромными деньгами. И тетки, рядом с ними девчонки, рядом с ними стоявшие на тот момент, исколотившие, повторюсь, мы говорили на эту тему, Яна Рудковская действительно есть деловая охватка. Но, алло, Рудковская, 2020, они порвали свои замашки из девяностых засунуть куда подальше. Дорогая, ты вообще в каком веке живешь, что ты публично угрожаешь человеку? Цитата, ведь и про тебя сольют информацию вопрос времени и денег. А как все знают, я точно не поскуплюсь. Если кто-то готов идентифицировать эту мышь, готов рассмотреть предложение о щедром вознаграждении, вы все мои телефоны знаете, я человек конкретный, слово держу и всегда на связи. Я человек конкретный. Алло, подворотня, ты что? Откуда такой разговор, Яна Рудковская? Вы вообще в каком веке, повторюсь, живете, что вы общаетесь вот так вот с публикой, манерой из девяностых? Вы понимаете, вот в чем зерно вашей проблемы. Вы не меняетесь. Вы до сих пор живете в своем закрытом мирке, где все проблемы решаются. Я заплачу и мне приведут и на дрожащих коленках заставят извиняться. Теть, что за манера, если вы не сбежите за границу? А что ты пугаешь? А статью 119 УК РФ никто не отменял. Что за угрозы жизни? Что за в принципе угрозы? Что за заплачу и я узнаю, кто ты? А кто ты? Платить и узнавать кто там, что там про тебя пишет. Бабушка, 45, теть, ну выглядишь смешно. И смешно не то, что ты выглядишь на свои 45, да ты выглядишь на свои 45. Но в своей институте выглядишь на 25, понимаешь? И по этой причине провоцируешь такие эпитеты. Вот я тебя публично сейчас спрашиваю, а в чем твои проблемы с критикой? Когда ты человек публичный, ты знаешь все, что идет с публичностью. Это неотъемлемая часть. И бабушка, это еще очень ласково и нежно тебя характеризовал беспощадный пиарщик. Я вообще в шоке, если честно. Какой бы ля класс Рудковская не пыталась показать, вот быдло из нее не вышибешь. Вот то 90-е, когда решали все вопросы на стрелках. А мне вот интересно, когда человек публично делает такие высказывания и стоит на своем, да? А можно ли привлечь человека за такие экстремистские вываливания информации в публичный доступ? Ну давай ты охоту устроен на человека. Мэнхант, Ян, ну что деньги позволяют, да братков наймешь? Ты пытаешься прокомментировать этот абсурд. И ты понимаешь, у нее вообще, вот как живет человек, что все решается. Я позвоню бандитам, и они тебя найдут. И ты извинишься, пугливо моргая. Очень интересно будет послушать юристов. Вот как вы оцениваете с юридической точки зрения такой неадекват Рудковской? А всем остальным сплетникам? Ну ребят, надеюсь попкорн готов. Я на своей тропе клоунады опять. Вы понимаете, человек опять. Я не знаю, осеннее обострение. Там какое осеннее, там ежемесячное обострение у человека. Ауч. Ян, вот честно, разговаривал с людьми, которые знают тебя. Которые уважают тебя. Это твою деловую хватку. Это твою способность коммуницировать с людьми. Это твою способность делать деньги. Ведь есть люди, деловые люди, которые тебя уважают. Сказав все это, хочется сказать вот лично от себя. Я человек, пускай эмоциональный, но я могу признать свои ошибки. Я человек, который может изменить мнение. Потому что опять же, твой образ собирательный из медиа. И именно так я делаю выводы. Вот по такому вот, например, да? По твоему высказыванию в телеграме. Но поговорить с людьми, которые знают тебя лично. Ты понимаешь? Мнение о тебе, я тебе честно скажу. Вот как оно есть. Изменилось. В лучшую сторону. Я уважаю людей с деловой хваткой. Обожаю сильных женщин. Но когда сильная женщина идет в дурь. В такую вот бандитскую. Такую вот дворовую. Стрелочную дурь. Ты понимаешь? Вот все то клевое. А в тебе есть все равно что-то клевое. Но не бывает в человеке сплошной негатив. Все равно есть что-то, что действительно клевое. И клевое есть абсолютно в каждом человеке. Но вот такой вот чернухой человек вот в ноль убивает свою репутацию. Даже когда ты слушаешь вот мнение о ней. И потом прочитав вот такое вот, думаешь. Да черт возьми. Да пошла она со своей хваткой. Когда вот такое вот там вот в голове у человека. Разочарование. Опять же никогда не был очарован Яной Рудковской. Но общаясь с людьми, был момент поменял. Мнение о ней. А вот сейчас думаешь. Да, не меняется тетя. Вот то Сочи 90-х. Ну не выбьешь ты из нее. Ни одним ремнем отловит то. Интересно будет послушать ваше мнение. Давайте пообсуждаем. Арсений Шульгин женится на своей возлюбленной спустя год отношений. Месяц назад мы обсуждали вот в этом видео, что Арсений Шульгин очень публично, очень все форсировано это было сделано. На колено встал. Ну и в башен Москва-Сити осветили. Лиана, выходи за меня. Я тогда очень много рассуждал на тему ориентации. Арсения, очень много было информации скинуто насчет него. Валерия, глазки мокрые. Очень роскошный ивент был. Огромный банкет. Филипп Киркоров там прислал свой мистичный подарок, который никто не знает, что в той лиловой коробке. Женился он спустя месяц, после того, как было сделано официальное предложение. Во-первых, почему такая скорость? Конечно, ему 21. Я так понимаю, Лиана чуть моложе его. Я верю в такую теорию, что есть геи, которые женятся, заводят семью, детей, живут нормальной жизнью, которая форсирует их социум. Это тоже своего рода норма, это выбор человека. Смотря на вот эту вот свадьбу, сложно что-то прокомментировать. Я не верю в мужскую бисексуальность. Вот я как человек нетрадиционной ориентации не верю. Я в мужскую бисексуальность, в женскую верю. Вот смотря на то, что сейчас вот Арсений Шульгин женился на своей даме сердца, сложно как-то это прокомментировать, оторвавшись от той информации, которую я озвучивал раньше. Опять же, озвучиваю я что? Я же не просто лег спать, мне приснилось, я вам рассказал. Мне приходили вот эти вот сообщения, что он знакомился с парнями. Может быть, был у него период, когда он хотел поэкспериментировать с парнями. Может быть, этот период прошел. А может быть, и не прошел. Может быть, действительно, любовь всей его жизни, вот эта вот Лиана, его жена, может быть, это все показуха. Я не могу конкретно ничего сказать по этому поводу. Здесь нужно просто ждать. Кстати, вот в нашем последнем видео, кто пропустил, по этой ссылочке можете пройти и пересмотреть. Я говорил о Диме Билане. Я сказал, что так получается, что когда я практически каждый день выкладываю видео свежих сплетен и новостей, сплетник, а вот по факту то, чем я занимаюсь, наверное, скорее все-таки светский колумнист-новостник. И вот так вот смотря на архив, огромный же архив, более 500 видео, практически каждый день же выкладываю. Мы можем оглянуться, что было год назад, как вот, например, инцидент Димы Билана в Самаре, и сказать, Дим, вот ты говоришь, там ты устаешь и все такое, а вот в Самаре ты делал это. О чем я? Будем просто наблюдать за Арсением Шульгиным. Личность он публичная. Мама, папа известные люди. Просто посмотрим, к чему это все приведет. Будем потихонечку коллекционировать вот эту вот информацию и наблюдать. Мне сложно комментировать вот эту или стопроцентную проплаченную показуху, или результат отношений длиною в год, которые закончились логичной свадьбой. Мне очень интересно послушать ваше мнение. Инсайдов никаких у меня нет, к сожалению. Что, будем просто наблюдать за всем за этим? А если у кого есть какая-то дополнительная информация, любого толка, вот Инстаграм, мой личный. Директ открыт для абсолютно любой информации. Все инсайды всегда анонимны, поэтому если вам есть что сказать, добавить к этой свадьбе, пишите. Мы обсудим на этом канале. Драма. Ида Галич и Настя Ивлеева. Конфронтация между Идой, Галичей, Настей Ивлеевой, они идут уже достаточно давно. В какой-то момент они мирятся, встречаются, снимают опять вот эти вот свои коллаборации. Вроде как все нормально. А потом опять вот такое. Forbes публикует список из 15 блогеров, кто заработал больше всего в этом году. Доход Галич составлял почти миллион долларов, 850 тысяч. После того, как Forbes опубликовала эту информацию, Галич порадовалась и публикует она следующее. Цитата. Мам, я попала в Forbes без санных гивов и розыгрыша 5000 в комментариях. Видите, не всегда количество подписчиков равно больше денег. Рекламодатели оценивают не только, сколько человек на вас подписано, так как сейчас почти у каждой третьей тети в лифчике более миллиона подписчиков, что неудивительно из-за существования различных круговых, тех же самых пресловутых гивов и других двигателей подписоты. Качество. На что Ивлеева репостит эта самая столисть у себя в Инстаграме и пишет. Ох, Ида, Ида, остановись, пожалуйста. Мы очень рады за тебя. Ты умничка. На что Галич отвечает следующее. Мои сладенькие, мои хорошие. Можете не присылать мне сообщение, Анастасия Четверхминутная. Я думаю, что она бы, если бы хотела конкретно до меня что-то донести, она бы мне конкретно и написала, а не стала бы вываливать все это на много миллионную свою аудиторию. Короче, я из докода сегодня переписываю. Я не хотела никого видеть, но это правда мое мнение. Гивы за шквар. Я так считаю. Простите меня, пожалуйста. И если я принимаю людей, которые делают гивы, примите и вы меня с моим мнением. Ну, так же будет правильно. Это же не значит, что я их не люблю или кого-то ненавижу. Это значит, что мне просто не нравятся гивы. Я их не люблю. Это лично мое мнение. Вы меня простите, пожалуйста. Я человек, который не любит вайнеров, в принципе. Для меня этот форсированный юмор, притащенный за уши, когда ты должен отработать этот вайн, чтобы опять сгенерировать вот этот вот движух в Инстаграме. Это все очень сложно. Алгоритмы Инстаграма, они очень сложные. Хотя, как и Ютуб. Хочешь, чтобы тебя постоянно алгоритмы продвигали, пилить контент. Я далек от потребления контента, как Галичу, так и Ивлеевой. Но, сказав все это, хочу добавить. Я как блогер, который выбрал очень тяжелый путь. Сам Ютуб рекомендует больше коллабов, больше каких-то интеграций, больше привлечения сторонних спонсоров. Я делаю все то, что Ютуб не рекомендует делать для продвижения раскрутки своего собственного канала. Я иду долбежкой качественного контента. На ежедневной основе ты сидишь и пилишь видосы. Но та аудитория, которая подписывается на меня, вы, дорогие мои сплетники, вы пришли не потому, что у меня был коллаб с кем-то. Вы пришли не потому, что у меня кто-то там форсированно вас заставил на меня подписаться. Вы пришли только по той причине, что вам интересен мой контент. Это очень медленный, это очень трудоемкий процесс вот такого блогерства, который выбрал я. Но именно та органика, вот вы, это та самая восхитительная органика, которую никакими гивами ты не заработаешь. Это именно комьюнити. Вы понимаете, вот здесь огромная разница. Это не просто цифры, это именно комьюнити, это сообщество. И у меня больше ответственности перед вами. У меня больше любви к вам. У меня огромная любовь к вам. У меня огромное доверие к вам, потому что я знаю, мы с вами сквозь огонь и воду. Сегодня вы меня ненавидите за Навального. Отписка. Завтра вы посмотрели. О, ты сказал что-то про, я не знаю, Аллу Пугачеву. Подписка опять. Вы понимаете, очень сложный вот этот вот органический прирост, убыток аудитории, но которая сплошная органика. Я согласен с Галич. Лучше тяжело и долго, но органично, чем благодаря гивам. Закручиваешь себе цифры. Я не осуждаю блогеров, которые форсируют подписчиков вот таким образом. Это, во-первых, все, конечно, легально. Но я согласен с Идой, тяжелым трудом и общением с подписчиками. Вот тогда ты создаешь именно не блогер-подписчик, а комьюнити-сообщество. Имеют место под солнцем как блогеры, которые поднимаются на гивах, так и блогеры-органики, которых очень мало, потому что это очень трудоемкий труд. Честно. Очень интересно послушать ваше мнение, кто на чьей стороне. Вообще, конечно, смешно смотреть, когда люди вываливают все это. Почему Иде Галич не написать это в привате Ивлеевой? Нет. Публично подкол. Она вспомнила тебе 5000 комментариев, благодаря чему новое лицо, очередное новое лицо Орла и Решки. Она упомянула гивы, которые постоянно Настя организовывает. Но мне интересно, какая кошка между ними пробежала, что до сих пор Галич, ну такая вот прям злость на Настю. Хотя, опять же, по фактам Ида зарабатывает больше, чем Настя, по крайней мере, в Инстаграме. Творческие разногласия, зависть или что? У кого есть какие инсайды по поводу тех кошек, которые пробежали между Галич и Ивлеевой, делитесь в директ моего Инстаграма. Я уверен, нам всем будет очень интересно почитать и впоследствии обсудить в одном из ближайших видео. В любом случае, комментируйте. Я думаю, интересно будет всем. Накулся на интереснейший материал, который он захотел поделиться с вами. Большинство на этом канале это женщины, почти 89% сплетниц. Поэтому, я думаю, девчонки, это будет интересно вам. Как выяснили сотрудники столичных ЗАГСов, здесь мы говорим про Москву, смелости поставить подпись под свидетельством о браке чаще всего не хватает женихам. Здесь мы говорим о том, кто чаще всего прерывает свадьбу и убегает прямо из ЗАГСа. Собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС. Самый частый случай, это когда жених говорит нет в шутку или всерьез. То есть, когда она спрашивает, согласны ли вы взять молодую, румяную, тонкую, звонкую, мужик говорит нет. Может быть нет ха-ха, а может быть и нет. Мужчины менее стрессоустойчивые и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию. Кто бы думал, да? Обычно думаешь, вот женщины все на эмоциях, схватила фату и побежала, а вот нет, дорогие мои дамы. Также чистые случаи родов невесты прямо во время процедуры росписи. Вы представляете, через какой стресс проходит девчонка, что рожает прямо во время церемонии. И, конечно, когда кому-то из гостей становится плохо. Интересная статистика. В таких случаях церемонию останавливают, потому что на этот счет у сотрудников есть четкие указания. Жизнь и здоровье важнее. Сразу же вызывают скорую помощь, ну и начинается вот эта вот процедура спасения человека. А вот теперь самый огонь. Девки сели на попы. Нештатной ситуацией считается появление на церемонии бывших. Причем возлюбленные невесты появляются гораздо чаще, чем подружки жениха. То есть, мужики приходят в последний момент вернить ко мне бриллианты куплю. Экс-любовники начинают уговаривать невесту бросить без пяти минут мужа, убеждая, что он совершает ошибку и тому подобное. Крайне редко девушки, но прислушиваются. Конечно, в этой статистике говорят, что брачные показатели идут вверх. И люди, которые связывают себя брачными узами, на самом деле действительно нацелены, заточены на семью, на детей. Очень часто это действительно продуманное решение. Вот такая вот интереснейшая статистика. Очень захотел поделиться с вами. Девчонки, мальчишки, сплетники, сплетницы. Расскажите, были ли у вас какие-то такого толка моменты в жизни. Это очень-очень интересно. Ну и конечно, дорогие мои, вот в этом видео мы обсуждали, что шпаки, известная инстаграм парочка. Мася Шпак и Саша Шпак. Мы тогда смеялись над их марафонами желаний, когда люди пишут свои желания, как бы вербализируя это. И потом пишут, спасибо, Мася, святая Шпак, что желание сбылось. Я забеременела, мужика нету, но я очень счастлив, что загадывала ребенка. Знаете, что самое удивительное? Я предложил в шутку написать ваши желания. Огромное количество, прям сотен, несколько человек написали свои заветные желания в комментариях в надежде, что сбудется. И вообще, конечно, это все смешно, но есть такая теория, в которую я в принципе верю. Ты делаешь посыл энергии, то есть ты вербализируешь свою мечту и есть шанс, что она сбудется. Очень многие пишут про сплошную математику, это просто математический расчет. У кого-то это все равно выгорит. Поэтому, дорогие мои, я подумал, а ты сделаешь ли нам новую традицию шутки ради, но чем черт не шутит? Кто хочет, пишите свои желания, а вдруг вселенная вас услышит. Вообще, я, конечно, сам человек верющий и не верющий во все это. Верю, не верю в экстрасенс. У меня, в основном, мама занимается очень углубленно торопой. Понимаете, я человек всегда на грани. Я хочу верить, я хочу верить в чудо. Я постоянно хочу верить в чудо. Я не романтик, я очень огромный скептик. Но я человек, который постоянно ищет и ждет чудо. Интересная вообще вся эта тема. Пишите, верите, не верите. Пишите желания, а вдруг сбудется. Дорогие мои сплетники, на этом канале мы всегда поддерживаем фонды и приюты бездомных животных. Обязательно подписывайтесь. Я оставлю ссылку на их инстаграм в описании. Фонд помощи приютам бездомных животных. Котодетки. Котодетки это Москва и Московская область. Великолепные люди с огромным сердцем, которые помогают вытаскивать животных с того света. Для меня это люди, перед которыми я всегда готов снимать шляпу. Обязательно подписывайтесь на Котодеток. Если у вас есть приюты, которые нуждаются в помощи, пишите название вашего города и их инстаграм в комментариях. Пускай кто-то из вашего города, возможно, увидит, услышит их беду, перейдет и поможет. Давайте докажем и будем всегда доказывать всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Огромное спасибо всем, что провели это время вместе в нашей такой уютной компании. Огромное спасибо всем за пальцы вверх, за комментарии, за подписку на канал. На этом канале есть спонсорская подписка, начиная с 49 рублей. Если вы считаете, что я тот блогер, который заслуживает поддержку, пожалуйста, становитесь спонсором. Кнопка прямо под видео или ссылка в описании. Мы все сплетники будем вам очень-очень благодарны. Еще раз огромное спасибо всем спонсорам канала за вашу помощь. Ваша помощь, она действительно неоценима. Спасибо еще раз всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok